Сразу два заседания Совета депутатов Ленинского района состоялось 6 июня. Об одном, внеочередном, мы рассказали вам в прошлом выпуске новостей, а на очередном, 13-м заседании народные избранники рассмотрели всего один вопрос. Депутатский час был посвящен внесению изменений в бюджет района. О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района от 22 ноября 2017 года, о бюджете муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Так звучал вопрос, который озвучила начальник финансового управления Татьяна Макушкина. Проектом решения предлагается увеличить доходы бюджета Ленинского муниципального района на сумму 161 миллион 808,2 тысячи рублей. В том числе увеличиваются неналоговые доходы бюджета Ленинского муниципального района на сумму 68 миллионов 569,7 тысяч рублей. Увеличиваются они за счет планируемых поступлений платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Кроме того, по прочим неналоговым доходам планируется получение 6,5 миллионов рублей. Это восстановление в доход бюджета средств, направленных на обеспечение жильем детей-сирот. Также бюджет района пополнится средствами из бюджетной системы Российской Федерации. Например, это субсидии из бюджета Московской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и на приобретение площадок для сдачи норм ГТО. Проектом предусматривается увеличение расходов бюджета почти на 300 миллионов рублей. Коснется это ряда важных структур, в частности образования. Появились и новые введения. Особенностью данных поправок у нас является впервые мы образуем в составе расходов бюджета кредитный фонд. Кредитный фонд за счет средств бюджета Ленинского муниципального района, направленный на кредитование поселений Ленинского муниципального района в случае возникновения кассовых разрывов. Это связано с тем, что не у всех поселений стабильная экономическая ситуация. Вопрос, к которому депутаты уделили целое заседание, был объемным, имел множество нюансов, но приняли его народные избранники единогласно.